Всем привет! Хочу показать как я применяю всем известный поплавок гусиное перо. Обычно перо применяют так, что полая часть пера, так называемый очин, располагают вверху, как антенну, а стержень пера снизу, как киль поплавка. Но гусиное перо можно расположить наоборот, когда стержень станет антенной, при этом полностью изменятся все характеристики поплавка. Для примера, огружаю гусиное перо в обычном варианте. Использую для огрузки самодельный суспендер с нулевой плавучестью. Если кому интересно, как я его сделал, ссылка будет в конце видео. Обычно гусиное перо огружают так, чтобы полая часть очин находилась над водой на одну треть, одну четвертую часть от общей длины поплавка. Поплавок очень стабилен на воде, хорошо работает при поклевках. На подъем повело, но слабо чувствителен при поклевке потопило. Что иногда может сказаться, при осторожном клеве при некоторых оснастках. Вот например, в данном положении перо огрузилось весом 1,7 грамм. Я пометил место огрузки для эксперимента. Добавляю к огруженному поплавку дробинку весом 0,65 грамма. Положение поплавка изменилось незначительно, так как верхняя часть полая, с большим диаметром, и трудно потопляемая. Вес 0,65 грамма притопил антенну всего на 11 миллиметров, то есть чтобы потопить весь этот огруженный поплавок нужен груз около 3 грамм. Обычно данный поплавок в таком варианте используют, с одним общим грузом, так как настраивать подпасок, дополнительный груз, особо не имеет смысла, хотя можно и поставить подпасок для фиксации снасти на дне. Рассмотрим другой вариант установки поплавка, наоборот, где стержень пера будет как антенна, а полый участок, как тело поплавка. Огружаю поплавок также суспендером, так как полая часть, очин, теперь полностью будет находиться в воде. Ясно, что поплавок огрузится уже большим весом. Итак, как теперь антенна является легко потопляемый стержень, поплавок становится чувствительным на поклевки на потопление, им можно ловить осторожную рыбу. Такой поплавок не уступит некоторым дорогим, заводским поплавкам. Поплавок огрузился весом 3,37 грамма. Для примера, я добавляю к огруженному поплавку дробинку 0,4 грамма, и он уходит под воду полностью. Этот поплавок легок и чуть изогнут, поэтому можно применять вообще нестандартное его крепление, за участок нижней части поплавка, используя трубку кембрик длиной 2,2,5 сантиметра. Вот еще более сложные, скользящие варианты крепления пера, которые я применял, делал это с помощью колечка на поплавке, коннектора и стопоров. Снизу поплавка крепится скоба, и на нее цепляется коннектор для скользящих поплавков. Чаще я их делал сам, вот например коннектор из проволоки. Сгибаю сначала проволоку посредине, делаю центральное колечко. Потом делаю боковые колечки, остаток проволоки опять увожу к центру. Вот такой получается легкий, дешевый, простой коннектор. С помощью скобы он крепится на поплавок. Для крепления его на леске с глухой оснасткой можно применять один стопор посредине. Или два стопора для любого варианта, глухого или скользящего. Можно сделать коннектор из проволоки и трубочки. Для этого также гну проволоку посредине, делаю колечко и закрепляю это на трубочке. Потом с помощью ниток фиксирую проволоку круговыми и восьмеобразными движениями на растягивание, и пропитываю нить суперклеем. Вот можно применить любой из этих коннекторов, только надо закрепить их скобой на поплавке. Конец поплавка чуть закруглен. Первый способ, отрезаю кусочек подходящей трубочки, у меня нашлась такая от старого поплавка. Она должна быть легкой и плотно подходить по диаметру. Согнул скобу из проволоки примерно вот такой формы, как показано внизу, вставляю ее в кусочек трубки и одеваю на кончик поплавка. Теперь аккуратно, чуть капаю в трубочку суперклей. Потом отрываю кусочки мягкой бумаги, зубочисткой забиваю пустоты и пропитываю бумагу суперклеем. Вот другой способ крепления скобы, которым я сейчас пользуюсь. Сгибаю скобу такой формы. На скобу можно одеть любой из этих коннекторов, в работе они одинаковы. В данном положении, снизу поплавок ровный, а сверху он скошен. Я буду ставить скобу на верхнюю скошенную часть, чтобы получились две примерно параллельной плоскости, чтобы при обматывании нитками они не сползали. Располагаю скобу, чтобы ее сгиб упирался в кончик поплавка. Сначала начинаю мотать нить, в начале скобы поправляя ее. Отрываю кусочек мягкой бумаги, скатываю его цилиндром, и засовываю в пустоту на скобе. Продолжаю мотать нить, от начала скобы к концу. На конце намотки нити, уже действую аккуратнее, более четко, в том числе закрепляя самый кончик скобы. Пропитываю нить суперклеем, помните, что клей токсичен. Вот так получилось. В данном варианте, антенна будет тонкая и у кого плохое зрение, можно сделать следующее. Можно одевать трубочку от коктейлей, но одевать ее надо на самый кончик, чтобы она не была в воде. Можно из материала эво или пенопласта вырезать яйцеобразные утолщения и одеть их на антенну. У меня есть в наличии, вот такие готовые утолщения из пенопласта, я в них просверлил сверлом отверстия, я их и одену, хотя это не обязательно. Нижнее утолщение из-за маленькой собственной плавучести будет еще работать, как стабилизатор, так как на уровне этого утолщения я собираюсь сделать ватер-линию. Верхнее утолщение посажу на клей номер 96. Нарисую черным лаком полоски. В таком варианте расположения гусиного пера, можно уже и настраивать подпасок. Ватер-линию допустим можно сделать на уровне нижнего утолщения, а подпаском загнать огрузку выше середины антенны. Вот например, огрузка поплавка, по выбранную ватер-линию на нижнем утолщении. Использую опять, самодельный суспендер, с нулевой плавучестью. Как вы видите, из гусиного пера можно сделать чувствительный поплавок, в глухом или скользящем исполнении, который по своим параметрам будет не хуже многих дорогих поплавков. И самодельные скользящие коннекторы, которые я показал, я использую и в других моделях поплавков. Продолжение следует...